На доске у футблогера всего лишь 4 маленькие штучки, 4 предмета, из которых мы и будем сегодня делать суп. Не забываем, что когда закипает вода в кастрюле, бросаем туда лаврушку. Лаврушку бросили, теперь нужно насыпать соли. Чуточку вот так. Опа! Все, потом досолим. Что мне с этим делать, даже не знаю. Наверное, будем резать сначала картошку. Небольшим кубиком, для того, чтобы она не договорилась. Опа! Опа! Америка и Европа! Когда я в детстве жил под Красноярском, если быть точным, в поселке Зеледеево. Но мы после Красноярска жили в Приморске, Балахтинского района. Но там я был совсем мал. И, значит, историй из того совсем юного детства я не помню. В Зеледеево. Значит, мы держали кучу хозяйства, того-сего. В общем, вроде как нужды не испытывали. Слава Богу! За одним маленьким исключением. Когда у тебя большое хозяйство и мало народу. Как то, видишь, я, папа и мама. Трое. Там двадцаточка свиней, соточка кур, корова, теленок, две лошади. В общем, нормально для троих. Не остается времени для того, чтобы что-то вкусное приготовить. Я всегда переживал, что нам что-то недостает. Чаще всего в межсезонье, в какой-нибудь, знаете, когда в зиму же свиней бьют. Зимой, можно сказать, вкусностей много разных. И сальтисон, и колбаски там мама нажарит. Как сейчас помню, сухие жрать невозможно, но вроде как у всех из детства такие ощущения, что, мол, типа бабушка и дедушка, там мама и папа в деревне, вот вкусно колбаски готовили. Если сейчас те же самые колбаски приготовить, ну да, если их запивать там водкой, еще чем-нибудь, то, может быть, они и влажные становятся. Но не об этом речь. Речь о том, что всегда, во всяком случае, мой отец держал большое количество всяких консерв на складе. Ну, не на складе, а, скажем, там у нас, как это называется, кладовка, в кладовой. Вот, держал много всяких консервов. И в детстве, например, я с большим удовольствием, испытывая гастрономические, так скажем, возлияния, кайфовал от супа. Понимаете? Вот, кто в деревне не жил, вот кто на природе не бегал, городские жители меня не поймут. Ну, потому что в городе вот живешь, аппетита такого нет. А в деревне, когда носишься, аппетит ведь сам приходит. Он даже не то, чтобы приходит. Вот ты бежишь, бежишь, спотыкаешься, поднимаешься и понимаешь, все, пипец, аппетит, аппетит пришел. Нужно срочно что-то жрать. Почему в деревне по огородам любители были полазить? Морковка чужая в сто раз вкуснее, чем своя. Про клубнику я вообще молчу. Малина, жимолость, вообще точили все. Грязную морковку вытащишь, в какой-то бочке там сток с крыши помоешь ее, кое-как ототрешь, жуешь, вкус нереальный. Соответственно, вот этот суп и как раз навевает самые детские такие мечты. Например, супруга моя не разделяет такого счастья, как наваришь суп из сайры и в доме пахнет рыбой. Детством она такая типа, блин, что рыбой воняет, что рыб, что запах такой странный. Конечно же, мы все знаем, что консервы это не то, что, скажем, свежачок, там какой-нибудь жирный, выращенный на антибиотиках лосось. Сайра это такая ароматная рыбеха. Вода еще не закипела, но я туда уже картофан бросил. Воды немного налил, да? Картофана немного. Суп должен быть в меру густой, в меру жидкий. Будет совсем жидкий, вкус хороший, а есть нечего. Будет слишком густой, это будет, знаете, картошка по-флотски, это с тушенкой, а картошка по-флотски, если с тушенкой, а с рыбой тогда как флот, это же море, да? Значит, пусть это будет по-супер-флотски. Значит, вот картошка по-супер-флотски, это когда мало воды, много сайры и всего прочего. Суп исключительно простой. Значит, когда картошка сварится наполовину, нужно бросать лук. И несмотря на то, что некоторые его зажаривают, некоторые там его пассируют, что-то с ним делают, я считаю, что он должен сюда отправиться совершенно сырым. И именно вот в этом блюде он проявит себя как особая ароматическая гамма, соответствующая именно этому типу супов. А это один единственный суп, который из сайры. Вот. Поэтому в детстве мою мама что, быстренько накидала все, картошка там подварилась, сары туда закинула, перемешала, выключила. Так мы ей питались летом. Я всегда говорил, а что у нас столько много хозяйства, мы едим ее на консервы где-то непонятные. Ой, какая красивая сайра. Это что-то какой-то гламур мне попался. Вроде не написано было, что гламурная сайра. А по факту гламурная та еще. Какая тут и спинка, и она прям... Ммм, аромат шикарный. Давайте ждем, пока варится картофан. Минут 5-7 возвращаемся к сайре. Сайру пора отправлять. Картофан сварился. Он должен быть, знаете, полностью приготовлен. Полностью. Там не недоварен, не 5 минут до готовности. Полностью приготовлен мягкий. Потому что, когда он будет вариться вместе с сайрой, он должен слегка разойтись. Немножко разойтись, знаете, загустить бульонную часть. Сайру нужно поломать чем-нибудь. Вилкой, ножом, лопаткой. И сразу отправляем в кастрюлю. Вот это нажористая жрулька. Вот так вот в детстве питались. Просто вкусно, ароматно. Вот, пока варится сайра, доваривается картошка до состояния, когда она должна чуть-чуть разойтись. Меленько-меленько режем укроп. Начинаем со стеблей. Очень важно, чтобы стебли были в супе. Режем все мелко-мелко-мелко. Пучок должен быть довольно большой. Граммов 30. Потому что, когда я помню, укроп одна из первых видов зелени, которая появляется на огороде. Это же в межсезонье. Чаще всего мы использовали консервы, когда зима закончилась. Зимы зимние. А зимы, я хотел сказать. А зимы еще не взошли. Зима закончилась. Консервация овощная и мясо тоже подошли к концу. А новое еще не выросло. И вот первое, что там у нас. Укропчик. Рыбылис. Прям нарвали. Вот прям пучок. И туда. Сайру нужно брать в собственном соку. Из нее получается вкуснее всего. Вот когда сняли суп с огня, вот тогда пора отправлять укроп сюда. Его не надо варить. Его нужно всего лишь добавить. И все. Все это нужно перемешать. Во! А кусочек сливочного масла. Почему мы еще сюда не добавили? Добавили. Вся кухня в укропе. Все, половник и вперед. К супу из сайры лучше всего подавать не белый хлеб и не бородинский. Лучше всего подавать какой-нибудь дарницкий. Тот, который серый, с кислинкой. И очень хорошо подходит к супу из сайры. Потому что знаете, как мы к рыбе всегда добавляем что? Кусок лимона. Правильно. Так и здесь. Кислый хлеб, как кусок лимона. Картинка в тарелке незатейливая получается. Простая, крестьянская, вкусная. С зеленухой. С кусками рыбной консервы. С мелким кубиком полуразварившейся картошки. Да, вот так вот проходило мое детство. Я ни капли об этом не жалею, друзья. Наше детство было каким-то другим немножко. Бегали босиком. Ноги замерзшие. Родители, которые орут. Ты опять ноги вымочил? Ты же заболеешь, туберкулез будет. Какой нафиг туберкулез, друзья? Мы об этом даже не мечтали. И наслаждались жизнью. Мы открыли свой магазин. Называется он GadgetChef.ru Там есть не только всякие гаджеты, связанные с приготовлением на кухне. Но и масса всего полезного и всяких аксессуаров. Лопатки, терки, венчики, щипцы. В общем, я большую часть, конечно, использую себя на кухне. Даже пинцеты можно купить. Кстати, они у нас есть. Заходите на сайт, глядите. Там есть еще и специи и пряности различные. Компотский перец и копченая паприка. И чего только нет. Там единственное, что нет скоропорта всякого. Знаете, там молочки, продукты, всего прочего. Но все-таки я больше повар, а не... Я больше повар, а не маслодел или сыровар. Поэтому там есть все для того, чтобы на кухне вам было комфортно. Welcome! Мы живем, денег зарабатываем. Там выросли. Появилась работа. Жена, семья. А в детстве вот так питались. Не все, конечно, кто-то жировал. Очень крутой суп. Он очень простой. Простой, без всяких... лишних ингредиентов. И вот этот вареный лук, который... должен быть, знаете, каким... Ну, невкусным, наверное. Многие его ненавидят с детства. Он мягкий, вкусный. Я сюда вспоминаю, что порой я даже просил добавки, чтобы мне этого супчика еще налили. горячо. Вкусно. Ностальгически вкусно. И мне кажется, что здесь не нужно быть поваром для того, чтобы приготовить этот суп. Просто возьмите один раз, приготовьте. Соли только много не кладите. И хлебушек обжарьте на сковороде. А если вы его сделаете на даче, когда свежий воздух и костер, на костре хлеб обожгите. Прям на костре сварите. Кстати, в мою бытность очень многие друзья варят на... в первый день, когда приезжают на рыбалку. Рыбы еще не наловили. Супчик вот такой из Сары приготовили. У некоторых даже считается это... Как сказать... Ну, хорошим началом такой повод. Типа, сейчас супчик из Сары поедим, и клев будет хороший. Ритуалы особенные. Кстати, наверняка у вас у каждого есть какая-нибудь история из детства, связанная с каким-то блюдом, которое вы запомнили в какой-то определенной истории, легенде. И потом это все окрашивается уже в яркие цвета и доносится до следующих поколений в таком каком-то в духе того времени с рассказами, словами, подобранными суффиксами окончания. Я хочу что сказать? Что если вы цените то, что у вас на столе, каким бы оно ни было, простым или сложным, вы получите удовольствие. И опять же, обращайте внимание на то, что вы едите. И расширяйте свой гастрономический кругозор вместе со мной и вместе с магазинами и всякими различными ингредиентами вообще. Кайфуйте, друзья. Пока.